Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC передача «Экономика дня» и я ее ведущая Елена Косолопова. Темой этого выпуска будет социально-экономическое развитие регионов Азербайджана. И, в частности, восстановление экономики освобожденных территорий. Последние достижения в этой сфере я буду обсуждать с экспертами. В гостях у нас в студии Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета. А на видеосвязи с нами Ичин Алыоглу, журналист. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что к нам присоединились сегодня. Добрый вечер! Эмин Валим, хочу начать с вас. Учитывая то, что сейчас главным приоритетом для Азербайджана является восстановление освобожденных территорий, Карабаха, Восточного Зангизура, хочу начать именно с этой темы. Уже очень много сделано в плане инфраструктуры. Третий уже аэропорт строится, построены километры дорог, сотни километров. Уже два села отстроены с нуля, это Агалы и Талыш, и уже даже определенное количество людей смогло вернуться, вынужденные переселенцы вернутся на свои родные места и там живут. Вот на примере этих двух сел, которые уже сегодня существуют, и мы можем видеть их, Как вы считаете, каким будет в целом облик Карабаха и Восточного Зангизура? В целом, опять же, исходя из того, какие сегодня проекты там реализуются, я думаю, что в принципе, учитывая сегодняшнее нестабильное состояние мировой экономики, дали прогнозы о изменении происходящих в климате в мире, то нужно отметить, что все эти, скажем, недостающие элементы там уже предусмотрены. Еще еще подчеркну, что сегодня мы наблюдаем переход на технологические уклады, и поэтому с этим нужно считаться, как экономики, так и регионы. Это сильно действует, бьет и по социальной составляющей государства. И думаю, что вот в этом контексте мы видим, что переселение людей в эти регионы, это предусмотрено им, провели анализ, четкий анализ сегодняшней ситуации, и на концептуальной основе видим, что идет процесс переселения этих людей. А что это подразумевает? Мы видим, что сегодня уже за кратчайший период, в первую очередь, уже переселены люди, в первую очередь, начали восстанавливать коммуникации. Что такое коммуникация? Мне нужно почему-то сделать. Первое, да, это люди, если заселяют там, то есть сегодня современные люди должны, в первую очередь, это автомобильная дорога, это железная дорога, это аэропорты, и самое главное, если мы говорим о коммуникации, это интернет и так далее. Без этого сегодня нельзя говорить о занятости и так далее. Немаловажные факторы сегодня, опять же, действующие на то, что уже можно прогнозировать о том, что все-таки эти проекты будут реализовываться, то, что этот регион, который обладает богатыми ресурсами, в частности, сегодняшний день, это водными ресурсами, это в первую очередь даст толчок развитию именно сельскохозяйцев в этом регионе, а далее, я считаю, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию, в целом, я думаю, что этот регион позволит обеспечить водными ресурсами и другие, скажем, Куророксинскую зону и так далее. В целом, вообще, если вы посмотрите, сегодня, давайте, я один скажу немаловажный фактор, сегодня самый большой этнос, или, скажем, народ, государство в Южном Кавказе, это Азербайджан, да, и ситуация с водными ресурсами, мы не знаем, что больше сказывается именно на нашей стране, мы видим, что если ее территория у нас больше, людей больше, то, так как нехватка воды, то она может влиять в будущем на нас. Но самый большой водный ресурс, это Георча Георли, который находится в Армении, находится на территории Армении, она подписывается больше реками, которые, значит, подписываются именно нашими реками. И думаю, что сегодня вот в этом плане все-таки нужно призадуматься, и Карабах тоже, и Армении тоже, в принципе, не исключено, что, опять же, если посмотреть отчеты ООН, то в грядущие годы проблемы между странами могут возникнуть именно на почве водных ресурсов. Мы уже, к примеру, привели такие, скажем, как Киргизия, между Киргизией и Таджикистаном, между Узбекистаном и так далее. И, опять же, если мы смотрим сегодня Иран, мы знаем Хойск, мы видим, что в регионе Хоя, там уже появились, именно в этом, так называемом, одноименном озере тоже появились регионы. И считаю, что все-таки вот это переселение в Карабах, я думаю, что поможет усилить этот процесс обеспечения именно вот этим водным ресурсом, и не только наш регион, и не только Карабахский, Восточный, Азербайджанский, а весь Азербайджан. С другой стороны, если люди будут заселяться в Карабах и Восточный Зенгизурский район, то нагрузки из других регионов будут уменьшаться. И это тоже даст толчок не только к развитию Карабаха и Восточного Зенгизура, и других регионов тоже. И считаю, что это население с более одного миллиона, это немаленькая цифра для такой страны, как Азербайджан. Я думаю, что если учитывать сегодня условия, то не исключено, что и многие другие регионы, люди из других регионов захотят поселиться именно в Карабахе, потому что, опять же, все предпосылки для, скажем, для развития и есть. Если там будут созданы такие развитые города со всеми условиями, почему бы и нет. Почему? И, опять же, самое главное, для производства что нужно? Для производства нужна дешевая энергетика. Дешевая энергетика. Это тоже главный элемент сегодня. Энергетическая составляющая тоже играет немаловажную роль. Сегодня, видимо, государство в первую очередь, прежде чем заселять туда людей, мы знаем, что вложение немало инвестиций. Эти варвары, уходя оттуда, взорвали те электростанции, которые существовали. И третий немаловажный фактор, нужно подчеркнуть, это восстановление, и об этом говорит, неоднократно заявлял господин президент, это восстановление международного транспортного коридора. Это, знаете, я считаю, что этот фактор, то, что Азербайджан уже взял на себя, скажем, обязательства, она реализует эти проекты. Скажем, в первую очередь, мы говорим, а, средний линия, то мы отметим, что Азербайджан является инициатором той дороги, которая проходит через Азербайджан и Грузию и далее, и Турцию. Сегодня мы увидим, что реализуется этот проект. На фоне сегодняшних событий, я думаю, что этот фактор, то, что мы уже диверсифицируем свою, скажем, среднюю линию, это позволит, это будет являться неким гарантом устойчивого развития, именно устойчивого развития нашего региона. В первую очередь, для Азербайджанов тоже. Если мы говорим об устойчивом развитии региона, то, в целом, эта дорога проходит через Карабах и Восточный Зенгизу, то это говорит о том, что, в принципе, уже эти регионы имеют, можно полностью уверенно сказать, эти регионы будут динамично развиваться, эти регионы могут превратиться в некий локомотив, который будет тянуть за собой и другие регионы, в частности, Армению тоже. Я сегодня, по-сюжению, еще немаловажно. Те дороги, которые проводятся через Восточный Зенгизу и Карабах, в будущем, вполне вероятно, если себя будут хорошо вести, через эту территорию будут переправлять товары и Армения, и Иран, и другие страны тоже. Через нашу территорию в Россию и страны Средней Азии. Я бы хотела по этой теме дать возможность нашему второму эксперту тоже высказаться. Господин Аллеоглу, по какой теме хочу вас спросить. Вчера президент Азербайджана дал интервью азербайджанскому телевидению, и, в частности, в ходе этого интервью он говорил о том, что до конца этого года будет, возможно, переселение вынужденных переселенцев обратно в Лачин, город Лачин, а также в два села Забух и Сус. Ну и, кроме того, продолжается строительство жилых зданий в ряде других городов на освобожденных территориях, в Агдаме, в Изулии, в Зангелане, в Шуше. То есть можно ожидать, что также в ближайшем времени вынужденные переселенцы в эти города смогут вернуться. Как вы считаете, возвращение вынужденных переселенцев в эти регионы как повлияет на экономику страны? Я бы сказал иначе вопрос, точнее, не только в том, чтобы основная наша цель вернуть наших сотрудников и граждан на свои отческие дома. Конечно, это очень важная цель, но вопрос в том, что, не побоюсь громких слов, мы не азербайджанская экономика, творит история. Впервые мы во всем постсоветском пространстве соединили два, на первый взгляд, нестыкуемых элементов, и этим самым воздвигли пропиетарность новую, совершенно новую систему развития регионов. Это своеобразный план маршала, который, я замечу, в мире реализуется независимо от внешних инвесторов, от револьверных инвестиций, от других портфельных инвестиций. Это все реализуется именно за счет государственного бюджета Азербайджана. То есть, Азербайджан сам себя начал инвестировать за путем внутренних инвестиций. И, скорее всего, огромную роль в этом сыграет то, что в этом году, по моим расчетам, где-то приблизительно 3-2 миллиарда монатов будет образован профицит бюджета. И этот профицит именно будет направлен, в принципе, 80-70% из этой суммы будет направлен на развитие территории, освобожденного от армянской оккупации. Вторая система этой парапиетарности в том, что мы впервые, не только в постсоветском пространстве, но и во всем мире, в нашей предприятии жизни точные инъекции, то есть инъекционные инвестиции. На первый взгляд, у многих могут возникнуть вопрос, почему мы создаем умные деревья, смарт-виллич, почему мы сперва строим дороги, подводим мосты, реализуем транспортную инфраструктуру, строим аэропорты, а потом, только после этого, начинаем реализовывать план заселения, точнее, план реинтеграции этой территории, совершенно превращенного армянского оккупанта в принципе выживанную пустыню. Вопрос в том, что эти села, Овалы и другие, являются инвестиционными пионерами в совершенно новом проекте. Проект подразумевает под собой создание самодостаточных полисов, которые, например, грецких городов-государств будут обеспечивать себе всем необходимым. И это вопрос не только в сельском хозяйстве, аграрном составляющем или инвестиционном составляющем. Речь именно по информационным технологиям о городах будущего, за фьючер-сити, как назвал Михаил Крупман, Пол Крупман это назвал, и, в принципе, мы впервые на всем постсоветском пространстве реализуем идею Пола Крупмана о соединении несоединимых элементов, о соединении агропромышленного комплекса, производящих мощностей и человеческого капитала. Те люди, которые будут возвращаться в свои дома, они именно что являются человеческим капиталом. Этот капитал не оценим. Кроме того, возвращение пересененцев в свои общие дома подозревает под собой изменение искусственной демографической ситуации, которая была создана в течение 30 оккупационных лет. И там я хочу заметить, что Азербайджан, в отличие от всех, без исключения государств постсоветского периода, все эти проекты реализуют без привлечения капали с капальными условиями внешних инвестиций. Да, есть многие фирмы, многие государства, которые хотят помочь, хотят создать там свои предприятия. Но принципом, точнее, приоритетом Азербайджана в этом вопросе является как можно быстрое вовлечение этих территорий в общую экономическую ткань государства. Вопрос не макроэкономический, а именно вопрос, который вводится не в стратегии экономической, а в экономической тактике. Тактика заключается в том, чтобы обеспечить людей сперва всем необходимым для насущих проблем, для решения насущих проблем, а потом привлечь этих людей к общему конвейеру производства. Потому что азербайджанская экономика нацелена в 2030 году во многом отказаться от суммы бюджетных средств, привлекаемых от продажи энергоносителей. И тогда, в этом случае, после 6-7 лет, те люди, которые будут возвращаться, и уже возвращаются, не только за Нинам, а также влачев, они будут теми носителем новой культуры производства, новой культуры промышленности, которая создается в азербайджане. И особенно хочу акцентировать ваше внимание на городе Лачин, потому что Лачин идет, строится, точнее, отстраивается с опережением Кравит. В первичном плане был расчет на то, что будут построены 470 домов. Но кроме этих домов уже почти заканчивается строительство 180 квартир. Так что, скорее всего, уже этим летом Лачинцы могут постепеннее возвращаться в свои отчие дома. И напоследок хотел бы отметить очень важную вещь, вещь, которая кроется в деталях. А детали подразумевают под собой то, что экономическая ткань Азербайджана уже не зависит от продажи энергоносителей. Также не зависит от обычного, в нашем понимании, производства, классического производства. И Азербайджан, когда я сказал, что сам пишет историю производства, мы уже нацелены Азербайджан сделать не только транспортным хабом, не только странно, многие пересекаются, многие транспортные коммуникации, многие маршруты передачи энергоносителей и транспортировки энергоносителей. Мы первым делом будем превращаться в Кавказский Сингапур и точнее Кавказский Тайван. Потому что человеческий потенциал, человеческий капитал, он самый ценный капитал для нас, для Азербайджана. И наше население с стопроцентной грамотностью по расчетам представителей ООН, ОНДП и агентств по развитию ООН является теми носителями новой техногенной культуры, которая может изменить весь экономический и технологический ландшафт Южного Кавказа. В таком случае Армении ничего не остается более, как идти на формате азербайджанской экономики. Потому что азербайджанская экономика является той предраспляющей силой, которая уже диктует свои правила не только в Грузии, но и в других регионах. Это и Ирак, и Северный Иран, как-то тигран от этого не открещивался. Но многие экономические показатели предприятий Северного Ирана доказывают, в чем убедительно доказывают, что они нацелены именно на экспорт своих товаров азербайджан. И несмотря на все кромки политических заявлений, как Ирана, так и Армении, они просто обречены строить совершенно новые, совершенно здоровые и нетоксичные взаимоотношения с азербайджаном. Именно и в таком случае регион будет развиваться и обретет устойчивое развитие. Именно, вновь вопрос будет к вам. Хочу вернуться к интервью господина президента вчерашнему. Он озвучил достаточно интересные цифры. Он сказал, что за первые три месяца этого года налоговая служба собрала налогов сверх прогноза 1 миллиард 100 миллионов монатов. А в томоженном секторе сумма средств, собранных сверх прогноза, превышает 400 миллионов монатов. И вот сейчас все эти дополнительные средства можно будет направить на важные проекты, в частности на восстановительные работы. Как вы считаете, благодаря чему стало возможно вот такие цифры получить, получить какой-то дополнительный доход, дополнительные поступления в бюджет? Я считаю, что все-таки истоки сегодняшнего успеха стоят именно той политики, как и сам президент отметил. Начиная с 2004 года реализуется проект именно социального развития регионов в первую очередь. Далее мы знаем, что после соответствующих изменений в мировой экономике, в частности после кризиса в 2014 году, азербайджанское правительство взяло курс на диверсификацию экономики. И мы видим, что приоритет был дан именно на ненефтяной секты. Для этого необходимо было реализовать соответствующие проекты. И одной из главных линий этой реформы является обеспечить прозрачность экономики. Для этого нужно было обеспечить безналичные расчеты, применить новые технологии, для того, чтобы все-таки эти либерализовать, честно, либерализовать как и ставки, так же и отношения к предпринимательству. И видим, что в принципе эти преобразования дают результат. Я считаю, что вообще нужно говорить, что эти сами по себе эти преобразования, если посмотреть практику развития, экономического развития зарубежных стран, то увидим, что в принципе эти преобразования могут занять, скажем, как минимум несколько десятилетий. Возьмем самые удачные, скажем, проекты, это возьмем Корея, модель Кореи, возьмем японскую модель, начиная с 50-х годов, заканчивая с 80-х годов. Мы видим, что эти модели реализовывались. Азербайджану нужно отмечать, что это уже с начала завоевания независимости мы взяли курс на модернизацию экономики, но нужно учитывать, что ситуация была очень сложная, опять же, соответствующие события и в Карабахе, и не позволяли, ограничивали где-то наши возможности. Мы видим, что соответствующая политика, нефтяная политика дала результаты. А впрочем, и дальше мы видим, что уже соответственно изменение вызовам парадигмы, которые создаются именно в мировой экономике, и азербайджанская экономика должна им меняться. Я то, что говорил, что мы вначале взяли курс на диверсификацию, с другой стороны, нужно учитывать, что сегодня параллельно проходит переход от технологической революции. Поэтому нужно учитывать эти факторы. Если начинать, скажем, промышленное производство, то нужно учитывать, что если мы будем производить именно старого метода, эти методы не дадут результат. Или если мы возьмем за основу определенные виды производства, то в ближайшем будущем они могли бы не иметь спроса в мировой экономике. Поэтому, учитывая сегодняшнюю конъюнктуру мировой экономики, видим, что мы взяли курс, опять же, обеспечивающую устойчивость, мы взяли курс на то, чтобы переходить на зеленую энергетику. А сама по себе зеленая энергетика – это для нас, это некая нить, которой мы схватаемся за нее и переходим на новую промышленную революцию. Мы перестраиваем экономику на этот лад. Далее, и сам, опять же, отмечу, транспортный коридор, тоже, как мы видим, он является неким стимулом для развития нашей экономики. В частности, нужно подчеркнуть, что, скажем, если Алятская свободная экономическая зона, через эту территорию будут переходить товары, а там уже мы видим немало резидентов. И говорят о том, что сегодня уже там есть резиденты, те, которые в результате того, что этот проект «Средняя линия», который проходит через нашу территорию, она реализуется, мы скажем, товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличивается, перевозки через нашу территорию увеличиваются. Это значит, что инвестиционная привлекательность нашей страны улучшается. И это дает свои результаты. Та, вот, скажем, те реформы, о которых мы говорили, о диверсификации экономики, обеспечение прозрачности, дают свои результаты. И, опять же, с другой стороны, нужно отметить, что, опять же, изменение технологий сегодня в мире заставляет нас, все страны, оперативно рассматривать сегодня, проводить мониторинг и действовать соответственно. И видим, что наш, вот, именно господин президент, видим, что регулярно он посещает все регионы, как он отметил, я проверяю, как реализуются эти проекты. И в зависимости от этого происходят изменения. В частности, нужно будет считать, ну, что вот сегодня, как вы отметили, из-за дополнительных ресурсов, видите, пересматривается и бюджет тоже. Значит, вот та классическая система, которая рассматривалась до этого, бюджет составлялся даже раньше еще на большие годы, сегодня мы видим, что он многократно пересматривается. Это классическое понимание того, что, в принципе, сегодня нужно пересматривать, сегодня уже некие должные, должны быть индикаторы, которые выявляли те проблемы уже в заближащие 2-3 месяца. Мы должны и прогнозировать, и, соответственно, этому делать изменения. Потому что в мире тоже происходят очень многие изменения. В принципе, вижу, что вот этот процесс, это институционализация, так называемый, да, в Азербайджане успешно реализуется, и думаю, что вот, как ответили, дает результат, и вот сегодня мы наблюдаем в мировой экономике рецессию, когда уже многие говорят о том, что это уже переходит на кризис, но невзирая на это, мы видим, что в прошлом году было 4,6% экономического роста. Не исключено, что в этом году, опять же, а вот международные организации, они исходят из того, из сегодняшней ситуации. Мы сегодня, мы наблюдали определенный период до этого, если посмотреть прогнозы, они исходили из того, что цена на нефть снижалась. А сегодня мы увидим, что уже у нас, если посмотреть на наши прибыли, наше государство, и прибыль от газа и нефти равняется. Мы видим, что прибыль от ненефтяного сектора растет очень большими темпами. И, в принципе, я считаю, что да, вот эти все реформы дают свои результаты. Я думаю, что и в будущем, в будущем именно с соответственностью, вот, скажем, вот, скажем, такой четкой институциональным преобразованием, они будут продолжаться и будут неким залогом экономического развития. Ильчин Малим, к вам вопрос. Ну, вот мы видим, что несмотря на то, что в мире, во многих регионах, во многих странах экономический кризис сейчас, в Азербайджане бюджет продолжает расти. Вот, как отметил господин президент, в этом году расходы составят минимум 36 миллиардов монадов, возможно, даже больше. То есть и доходы растут, и расходы, соответственно, растут. Как вы считаете, результатом каких мер это является? Ну, вот, Эмин Малим уже говорил про реформы, но, возможно, вам есть что добавить. Вопрос в том, что, да, определенная положительная сальва и, верно, коэффициент положительной маржи в бюджете, мне тоже радует все от некий оптимизм. Но не следует оставаться на басти, потому что институционизация и комплификация бюджетных средств на расходы на социальные сферы, на науку, на образование, особенно на оборонные вопросы, они будут расти в геометрической прогрессе, потому что увеличивается население, на армию надо крепить, оборону расходов на расходы. Рядом с нами находится сосед, который полностью неконтролируемый, он похож, я извиняюсь за такое сравнение, на обезьяну с гранатой. То есть не стоит ему доверять ни на словах, ни на делах. Но вот есть вопрос в том, что Азербайджан превращается тихо, мирно, но очень уверенно в тихую гавань для инвестиционных проектов. Азербайджан мне напоминает Абудаби 20 лет тому назад, потому что именно по этому сценарию развивается наш Баку, и скорее всего Баку станет тем финансовым центром, который был потерян для всего Ближнего Востока после бакханалии и внутренних беспорядок, а потом и после гражданской войны Бейрути. Я говорю о столице Ивана, потому что этот жемчужинный Восток, этот город раньше служил Лондоном, сити для всего Востока. А теперь Азербайджан превращается именно в тот центр, где соприкасаются интересы очень многих крупных тяжеловесов финансового мира, которые скажут, скорее всего, свое веское слово. Например, Северный Ирак, точнее Иракский Курчистан, очень заинтересован инвестициям, реверсивным инвестициям экономики Азербайджана. Они, азербайджанские компании, очень успешно работают на всем мире. Ирак, азербайджанские компании действуют и в других странах, в Курчистанском занятии, и действуют в арабском мире. То есть арабская улица ждет, начали вместиться. Как бы это ни парадоксально. Да, мы все привыкли, что арабские инвестиции вкладывают большие деньги, огромные деньги в скупку предприятий, инвестиционных портфелей, опционов. Они все сидят в первых летах, когда проводятся айпо, какую-либо крупную компанию. Но Азербайджан нацелен, точнее, экономика Азербайджана заточена на три основные цели. Первое. Это развитие высокотермологического производства. Потому что производить все в стране, в принципе, невозможно. Точнее, это вредно. И это даже было бы преступно. Потому что производить, начали от калош, заканчивая сантехнистическим оборудованием в одной стране, это, в принципе, невозможно. Мы не так располагаем в огромных, невообразимых территориях, как Бразилия, США, Китай и Россия. То есть этот экстенсивный путь развития, начисто отключается. Остается высокотермистотехнологическое производство на подобии Тайвана, Малайзии, Синкопора, Южной Кореи или того же Катара. Второй путь, который мы пройдем, я абсолютно уверен, что мы это пройдем с большим успехом, даже с блеском, это привлечение финансов крупноаккомодационных портфелей, крупноаккумулирующихся средств, которые создадут определенную подушку безопасности для экономики Азербайджана. Потому что наши экономические успехи, пока что они крепко связаны с продажей энергоносителей. Мы продаем за валюту, а расходы внутри страны за национальную валюту. Вот эта разница в коэффициенте волатильности, она и создает эту подушку. Но надо отказаться. В Азербайджане, скорее всего, Азербайджан откажется от классической подушки и перейдет обратно к финансовой подушке. В Азербайджане, скорее всего, в ближайшие 3-4 года будут укреплены финансовые институты, которые приведут к созданию эффективного взаимодействия финансового биржа, фондового биржа с местными предприятиями. Зачактки, примитивные зачактки фондовых бирж и фондовых рестальщ в Азербайджане пока есть. Но кредит на опционы пока что у нас нет. У нас нет пока продажи свободной акции. Но это все будет в ближайшем будущем. Пока что балластом финансовым для экономики Азербайджана является именно реинтеграция тех территорий, которые освобождены от армянской оккупации. Это очень большое бремя для нашей экономики на первый взгляд. Как я уже говорил, это не бремя. Это наоборот тот путь, тот толчок к развитию, который послужит к развитию нашей экономики в геометрической прогрессии. Да, это звучит оптимистично, но когда то же самое говорили про Абудаби, говорили про Синкопор, говорили про Сеул, Киотань, мало кто верит. Азербайджан, скорее всего, будет тем южнокавказским тигром, который повлечет сюда, в наш регион, огромный поток инвестиций. Потому что инвесторы, они любят тишину. Я процитирую одного незаветного классика бизнес-мера, что деньги любят тишину. Именно Азербайджан обещает стабильность, обещает устойчивое развитие. И самое главное, обещает безопасность активов. То есть Азербайджан выступает как в роли технологического нового игрока в большой среде, а также новой Швейцарии и Южного Кавказа, где было обеспечено безопасно всех активов, которые служат развитию страны. Третий путь, который мы уже... Перебью вас на этой позитивной ноте, так как хочу обсудить еще одну важную тему. Именно к вам вопрос. Вчера в рамках поездки в Невчалинские и Сальянские районы президенты первой леди открыли целый ряд объектов. Я их перечислю. Невчалинский олимпийский спортивный комплекс, автомобильная дорога Невчала-Кюркент-Маяк номер 2, новая школа, построенная фондом Гейдара Алиева в Невчалинском районе, Сальянский цифровой центр управления Азерейших, Асанхедмят в Сальянском районе. Также они ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб Азербайджан Фишфарм в Невчалинском районе и родильном доме и районной центральной больнице в Сальянском районе. То есть объекты и инфраструктурные, и производственные, и социальные абсолютно разные. И подобные объекты, по сути, строятся во всех регионах Азербайджана. Как вы считаете, что такие объекты, что такое строительство означает для социально-экономического развития регионов? Да, строительство вообще, вектор, если вы смотрите развитие, именно специфику нашего преобразования, то нужно, в первую очередь, подчинуть то, что это имеет социальную направленность в любой проект. Я даже смотрю многие страны, соседние страны, в частности, среднеазиатские, скажем, недавно, скоро будут проведены референды в Узбекистане, они уже приняли нашу модель. И считаю, что это очень, скажем, сегодня успешно. В сегодняшней ситуации, когда мы смотрим, если посмотреть историю развития, то мы видим, что предпочтение, мы знаем, что две модели есть, вот одна из них социальная модель, которая больше применяется, видимо, в континентальной Европе. В этой модели, к сожалению, нужно подчеркнуть, что именно рынок фондовый, рынок менее развит. Но нужно подчеркнуть, что вот социальная направленность, господин президент, видите, правильно учел то, что сегодня без социальной составляющей нельзя развивать экономику. Это, в первую очередь, устойчивость. Второе, это являет совокупным спросом во всем производстве. У нас ведь бюджет социальной направленности, бюджет по расходу на социальные... И реформу, видите, если мы говорим о преобразованиях, он сам сказал последнее выступление, в первую очередь, это, в первую очередь, социальный проект, а с другой стороны, это увеличивает экономический потенциал нашей страны. И вот, если посмотреть на объекты, на именно специфику объекта, здесь тоже учитывается именно специфика и ее сравнительные преимущества этого региона тоже. Нужно подчеркнуть, что этот регион находится на юге страны, где, в принципе, есть река Кура, Каспийское море, очень большие предпосылки для развития соответствующего отрасли рыболовства. С другой стороны, нужно подчеркнуть, что мы в последнее время ощущали нехватку и водных ресурсов в этом регионе тоже. В принципе, вы видите, что для улучшения устойчивости этого региона, строятся именно соответствующие объекты для обеспечения энергетической безопасности этого региона, которые являются главной составляющей. Опять же, снижение обеспечения именно зеленой энергетики, это приведет к снижению сдержек в этом регионе и даст толчок развития. Нужно отметить, что невзирая на то, что, в принципе, как была отмечена львиная доля, скажем, на сегодняшний день, что дополнительных собранных резервов уходит на, скажем, военные расходы, на восстановление Карабаха. Но, с другой стороны, тот план, который разработан вначале, вот эта стратегия, она притворяется в жизни. И что в сегодняшней экономической стратегии Азербайджана немаловажную роль играет и регионы, без чего, конечно, развивать экономику нельзя. И думаю, что вот, учитывая, опять же, самое главное, учитывать специфику сравнительных преимуществ каждого региона, то можем достичь именно экономического развития. Понимаете, мы говорим, да, государство сегодня заботится, но нужно не забывать эффективность каждого проекта, понимаете. И исходя из того, чем специализировался этот регион, что еще может в будущем, если даже есть такие отрасли традиционные, то нужно их оставлять, а если имеет перспективу, то нужно, значит, развивать. А сегодня мы знаем икра, это осетр, это рыба, это является дорогостоящим, скажем, товаром. Популярность на международном рынке. Спрос растет, а самое главное, нужно почерпнуть, здесь конкуренция растет. Сейчас мы наблюдаем, что когда эти продукты начали производить в таких странах, как Китай, так Голландия. Они применяют новые технологии. Но сегодняшнее у нас есть преимущество, то, что традиционно икра, черная икра, это азербайджанские, это Каспийское море. Но, опять же, мы должны учитывать, что сегодня уже применяют такие технологии. Применение технологии мы сможем повысить свой экспортный потенциал. И думаю, что в этом плане Сальянский, Невчалинский регион имеет свои перспективы. И в этом регионе были построены, в Невчале есть и свободный экономический жетон. Они очень близки к Баку. Я думаю, что очень много перспективы. Я думаю, что через эту территорию будет проходить и транспортный коридор юг-север. В принципе, все предпосылки для развития этого региона есть. И, опять же, подчеркну, что этот регион является в центре внимания, как и все регионы. Но, опять же, подчеркну, еще раз повторюсь, что, невзирая на это, господин президент правильно отметил то, что, невзирая на это, мы должны время от времени проверять эти проекты, насколько они реализуются, и что недостаёт этих проектов. Он отметил, что цель моих... К сожалению, вынуждены вас прервать. Очень интересная тема, очень интересно вас слушать. Но наше эфирное время подошло к концу. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и в целом о развитии экономики Азербайджана в первом квартале текущего года. На мои вопросы отвечали Эмин Горибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета и Альчин Алы Оглу, журналист. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. Оставайтесь на Сибиси. Сибиси.